Всем добрый день! Добро пожаловать на мой канал! Вы подписчики, гости моего канала. Я всем рада, мне приятно вас видеть. Сегодня видео будет необычное. Я не буду трясти тут перед вами никакими одежками, никакими тряпочками. Хотя мой канал канал о моде, о покупках. Ну, в общем, вы знаете. Но сегодня будет другой. Сегодня будут разговоры и необычные разговоры, такие не очень характерные для меня. Я буду рассказывать о том, о вещах, которые я больше не покупаю. Я понимаю, что из моих уст это звучит странно, потому что я только делаю, что покупаю. Ну, во всяком случае, это так выглядит на моих видео. На самом деле, нет. Это просто, ну, я же не снимаю, например, ну, вот, как бы свою жизнь, всю. Ну, вот я что-то покупаю, снимаю. Потом я, как бы, еще долго ничего не покупаю, но я этого не снимаю, потому что никому это не интересно. Я, как бы, снимаю иногда влоги свои, но их никто не смотрит, поэтому ничего. Поэтому я снимаю в основном свои покупки. Ну, короче, вы представляете, что, да, есть вещи, которые я не покупаю. Их много. Я их набрала на целое видео разговорное. Постараюсь недолго, потому что видео мои все длинные. Поговорить я люблю. И не все это могут выдержать. Это словесный поток. Вот, поэтому, значит, вкратце, без долгих предисловий. Мы начнем. У меня есть шпаргалка. Поскольку я девушка немолодая, и у меня память уже не девичья, но короткая. Есть очки. Я буду подглядывать. Давайте начнем с одежды и вещей для меня любимой. Давайте начнем с темных очков. Первая вещь, которую я перестала покупать довольно давно, это темные очки. Сейчас я вам объясню, почему. У меня есть несколько пар темных очков. Хороших, дорогих, брендовых. Не буду сейчас тут имя махать и называть бренды, потому что мы не до того не собрались. И я очень-очень люблю темные очки. Люблю их так же, как все остальные царские побрякушки. Но в какой-то момент я поняла, что темные очки выходят из моды вот вообще, вот просто за сезон. Если, допустим, украшения, вещи, одежда, они как-то держатся в моде, ну, несколько сезонов хотя бы, по крайней мере, их можно носить. А потом их как-то можно интегрировать в свой гардероб, если правильно стилизовать, то темные очки, если вот они вышли из моды, то они вышли из моды. Они могут вернуться там через 10 лет снова в моду, но всегда это будет другое, это будет немножко другой формат. В общем, короче. И я перестала покупать темные очки. Сначала я перестала покупать дорогие темные очки, брендовые, фирменные, потому что они стоят, как крыло самолета, а выходят из моды за 5 секунд. И вообще это был такой просто waste of money, такая трата денег, которую вообще совершенно ничем невозможно было поравдать. Выбросить несколько сот долларов на очки, которые выходят из моды за один сезон. И как бы, знаете, когда все вот блогеры, все инстаграмеры, все вдруг начинают носить вот какие-то одинаковые очки, и ты говоришь, мне надо, мне это надо, мне это обязательно надо, ты их покупаешь, ты счастлив. Потом бац, все, никто их не носит, никому они не нужны, они у вас валяются, 500 баксов мусорку. Короче, в общем, нет, я перестала это делать. Я, правда, пару лет покупала не брендовые темные очки, там, в Zara, еще где-то. Я подумала, ну ладно, я не буду покупать дорогие, я буду покупать дешевые, потому что, может быть, они... Ну, мне не будет так жалко денег. Ну, даже дело не в деньгах, а дело в том, что вот темные очки имеют особенность, ну, просто моментально выходить из моды. И больше того, они выглядят смешно, они выглядят нелепо, когда это уже не брендовые они, а как бы прошлогоднего сезона. В общем, короче, с темными очками я распрощалась. И вот у меня есть две пары хороших темных очков, которые я ношу уже много-много лет, и на самом деле вот они не выходят из моды, потому что у них классическая такая форма. Одни такие типа О-Одри Хэбберн в фильме Тиффани, Завтрак Тиффани, знаете, такие черные, просто квадратные, другие там, ну, в общем, подобного типа. Короче, темные очки я покупать перестала. Следующая вещь, которую я перестала покупать, это много декоративной косметики. Да, я вот что хочу сказать. Я говорю сейчас не о вещах, которые я вообще совершенно перестала покупать. Некоторые вещи я покупаю, но я раньше покупала их очень много, часто, в больших количествах, а сейчас я их покупаю редко. Да, и покупаю в основном только тогда, когда они у меня кончаются, и я вместо них покупаю, значит, ну, как бы точно такую же, только замену. Значит, давайте поговорим о декоративной косметике. Я не бьюти-блогер вообще никак, и с косметикой у меня как бы отношения, ну, такие, я крашусь как-то так сама себе, левой рукой, в общем, не знаю, там, хорошо или плохо, но крашу всю жизнь, смогу, всегда накрашена. Не очень умею хорошо себя красить, но при этом, опять же, глядя на блогеров, глядя на рекламу, знаете, вот выходит новая палетка в Сифоре, или какая-то там limited edition, значит, или, я не знаю, я захожу в магазин, и я вижу, значит, я прекрасно знаю, какой цвет теней и помады мне идет, а какой нет. Но я, допустим, захожу в магазин, и я вижу там разные новые помады появились в той же Сифоре, там, или в других магазинах, хочется попробовать, хочется что-то новое купить, и я обязательно покупаю, прихожу домой, начинаю ей пользоваться, не то, не нравится, не идет, жирная, сухая, цвет не тот. Вот, при том, что у меня есть помада, которая мне нравится, которая стоит 3 копейки фирмы, по-моему, Revlon, это же забыла уже, какой она фирмы, Revlon, которой я всегда пользуюсь, и которая у меня всегда вот в косметичке в моей, и она абсолютно, это не должно быть помадой Dior, вообще, я вообще к этому отношусь так, знаете. Вот, и я поняла, что, опять же, я совершенно, так сказать, выкидываю деньги на что-то, что абсолютно не нужно, потому что у меня есть два вида помад, которые мне нравятся. Одна я каждый день не крашусь, вот эта, что сейчас у меня на губах, другая более яркая, более красная, я и крашусь редко, и вот я ими пользуюсь всегда, и зачем я покупаю эти тонны помад, или каких-то теней, которые мне хочется попробовать, интересно, все, потом они у меня лежат, а я ими не пользуюсь, они портятся, они выходят из, ну, как бы, срок годности кончаются, и, в общем, ну, абсолютно. Я перестала, у меня кончается вот эта помада, которую я каждый день пользуюсь, я иду, покупаю еще одну такую, все. То же касается туши, то же касается теней, крем для, крем-пудра, румяна, в общем, все-все-все, вот это. У меня есть несколько брендов, ну, как бы, несколько айтемов, которыми я пользуюсь все время, и они у меня кончаются, я покупаю новые. Кстати, то же самое касается уходовой косметики, я вам хочу сказать, что я очень покупала много разной дорогой уходовой косметики, дорогих брендов, я слышала о них отзывы, такие хорошие, и потом же, знаете, девушки стареют, и стареющие девушки вообще пытаются догнать свою молодость, это я про себя. Они начинают скупать какими-то тонами какие-то чудодейственные кремы и... Крема, кремы. Вот я вот не знаю, как правильно, поправьте меня, вы можете не поправлять, в общем, ну, кажется, говорит в меру своей грамотности. Значит, чудодейственные крема, вот кремы. В общем, появляется реклама, и мы в погоне за чудом бежим, значит, тоже в Сифоруле, там у нас есть на Бэй магазин, который продают косметикой, был еще Сирс его закрыли. В общем, короче, и хватаем эти банки, и начинаем мазать, и ждем, и ждем, и сидим, и ждем. Вот сейчас вот чудо случится, нифига чудо не случается, то же самое абсолютно, что вы мазали другой крем, или этот крем, или... Ну, в общем, короче, я подобрала себе какой-то набор уходовой косметики, которым я пользуюсь, который я покупаю, когда у меня кончается, я покупаю новый, кончается, покупаю новый, я не покупаю всякие новые чудодейственные средства, которые нифига не работают, мы все прекрасно это знаем, и надо быть полным бураком, чтобы вообще 50 с чем-то лет верить в то, что крему можно вернуть себе молодость. Да, теперь, значит, духи. Я к парфюмам отношусь очень спокойно, у меня есть парфюм, которым я пользуюсь на протяжении 25, наверное, лет, один и тот же. Я когда-то его купила, и мне он страшно понравился, и я вообще влюбилась в него, и стала им брызгаться, и, в общем, все такое. И долго-долго-долго им пользовалась, потом мне надоело, и подумала, надо купить такой, надо купить секой, надо попробовать, может быть, мне... Я перейду на какой-то другой парфюм. И, ну, мне дарили там какие-то парфюмы, я тоже, значит, пшик-пшик-пшик, и, в общем... И вот, знаете, вот все вот эти парфюмы, которые мне дарили, или которые другие я пыталась купить, они у меня стоят, вот там, в ванне. Наверное, в ванне держать не надо, но... Я им все равно не пользуюсь, половину я потом периодически провожу чистку, я их выбрасываю, потому что начинает пахнуть, как старая какая-то керосиновая лампа. И я перестала. Вот я... У меня есть парфюм, который я люблю, он мне нравится, он нравится моему мужу, он нравится мне, я себя в нем хорошо чувствую, мне приятно этот запах, и я его люблю. И все. Я... Он у меня кончается, я покупаю следующую банку, кончается, покупаю следующую банку, и я не покупаю всякие разные парфюмы, которые мне, значит, закупить, хочется попробовать, и вот. Я хочу вам сказать, что, на самом деле, вы понимаете, вы, если вы смотрите мой канал, вы понимаете, что я, как бы, шапоголик. Шапоголик неисправимый, который... Я даже, как бы, и не собираюсь исправляться, то есть, я думаю, что я уже немножко староваться для того, чтобы менять свою жизнь, свой лайфстилд, я не хочу, если честно, мне это нравится, я не горжусь, как бы, этим, но вот это факт. Ну, вот, допустим, есть человек, который собирает марки или монеты, да, он, может быть, слишком, как бы, абсцесс, ну, как бы, ну, слишком такое сильное увлечение, но его же никто не шеями-то не говорит. Шапоголик, ты что-то это, с марками переборщил, может, не надо столько марок, ты понимаешь, это все бумага, там, лица Амазонки вырубают для того, чтобы их печатать твои марки, кончай, давай. Ну, человек собирает марки, собирается, собирает. Ну, вот я собираю одежду. И поэтому это видео, как бы, я... Вы понимаете, что я не придуриваюсь, то есть, вы знаете, как я любую покупки, я люблю покупать, но есть вещи, которые я действительно считаю, что это не... ну, как бы, не нужно, то есть, возможно, это не те вещи, которые я очень люблю, например, тряпки я люблю, я их покупаю, меня ничто не может убедить их перестать покупать. А вот, например, косметика у меня как бы неспокойна, поэтому я решила вот в один момент я не буду ее покупать. Точно так же, как для кого-то покупка тряпок является таким же вот выброшенными деньгами, как, например, для меня покупка косметики, которую я не пользую. Вот. Уход за волосами. Это все, что касается вот косметики, ухода. Ну, очки не уход, но как бы тоже. Значит, уход за волосами. Волосы, как вы видите, у меня длинные. Их много. Они, как я считала, требуют ухода большого, сильного. И я скупала всевозможные средства по уходу за волосами. Маски, какие-то крема для волос, какие-то, знаете, вот пенки и что-то такое. Все, значит, чтобы волосы выглядели лучше. Вот. И как бы не секлись, не портились и так далее. Я в какой-то момент поняла, что это вообще ничего не работает. Что мажу я это все на волосы или не мажу. Они абсолютно у меня выглядят одинаково. Вот правда, поверьте мне, после того, как я скупила весь, так сказать, набор всех этих всевозможных средств, различных разнообразных, опять же, подавшихся рекламе, вот, чтобы так вот твои волосы, ваши волосы будут выглядеть лучше прежнего и все такое. Я пробовала такое средство, всякое средство, и я, ну, в общем, я не разочаровалась во всех. Больше того, я поняла, что я пользуюсь, не пользуюсь, у меня волосы будут совершенно одинаковые. То есть, абсолютно никакой разницы. То же самое касается шампуней. Я нашла себе шампунь, который мне подходит, моим волосам. И все. И не глядя ни на что, какие новые шампуни выходят, какая выходит реклама, пользуйтесь этим шампунем, он спасет ваши волосы, там, тара-та-та и все такое. Значит, я не ведусь на это все. У меня есть шампунь, который я пользуюсь, который я тоже у меня кончается, банка я покупаю нового. Ну, и вот так. То есть, я как бы, не то, что я не покупаю шампунь, я покупаю, но я перестала покупать разные, пробовать такой, сикой. Больше того, скажу, что вот у меня почему-то волосы намного лучше выглядят от того, что я пользуюсь одним и тем же шампунем, а не пользуюсь разными. Вот когда я перестала пользоваться разными шампунями, тоже дорогими, хорошими, всякими, которые, значит, я покупала и начинала мать колокол, тем и этим, и понимала, что мои волосы выглядят намного хуже. Вот когда я пользуюсь одним и тем же шампунем, мои волосы выглядят намного лучше. Ну, как бы я нашла какой-то шампунь, который мне подходит, мне нравится и все такое. Еще один такой момент, это тоже для себя любимый, значит, это немножко такое лично-персональное заявление, я перестала покупать красивое, кружевное, кружевное дорогое белье, я имею в виду там милчики, трусики, почему? Как вам сказать, я почему-то решила, что в какой-то момент я поняла, что это не очень удобно, что для меня в этом смысле сейчас удобство важнее, чем красота, при этом человек, который носит каблуки, это я, я говорю, что для меня удобство важнее, чем красота. Для каждого свое удобство, понимаете, для меня вот эти все кружева, тонкие, фасоны такие, знаете, необычные, вот это вот, всякое вот это вот, какие-то косточки, какие-то безумные, ну там, рисунки, банты и все такое, мне действительно намного удобнее носить вот гладкое обычное белье, оно не дешевое, очень часто оно тоже бывает дорогое, хорошего качества, хлопковое. Поверьте мне, что вот как-то на мой взгляд, мне кажется, что женщина в нем выглядит не хуже, чем вот во всех этих пошлых кружевах, а даже как-то наоборот, ну так, как-то, ну так, элегантнее, я бы сказала. Кроме всего прочего, вот любое белье кружевное, например, лифчик кружевной, когда вы надеваете и надеваете сверху что-то такое слегка прозрачное, или прилегающее платье, или майку, вот это все отжимается, то же самое про трусики, кстати, я хочу сказать, это все отжимается на одежде, и вы, в принципе, выглядите, ну, как бы сказать, ну, это некрасиво, вы должны что-то придумывать, носить какое-то что-то, такое одежда, чтобы это было не видно, или надевать какое-то, вот, для такой одежды такое белье, для такой одежды сякое белье, нафига это все нужно? Вот покупаете белье, вот что-то бумажное, гладкое, обычное, еще лучше бесшовное, это вообще супер, оно вообще нигде не просвечивается, нигде не видно, нормального телесного цвета, или там черный, или какой-нибудь, там красные, розовые, оранжевые трусы, знаете, которые потом просвечиваются через, например, светлую одежду. Как бы не нужно это все, это излишки какие-то буржуазные, которые нам чужды. Я очень люблю мой телефон, мой телефон это моя жизнь, я, вся моя жизнь крутится вокруг моего телефона, и поскольку я его люблю, то я очень любила покупать для него разные чехлы, привабазы для телефона, подставки и все такое, но потом как-то я поняла, что это просто, ну, какой-то выброшенный пластик, деньги, оно валяется потом, то есть потом, знаете, вот он у меня лежит в одном телефоне, я его вставлю, вот это менять, чехол для телефона, перекладывать его в один из одного чехла в другой, и он при этом у вас может выскользнуть из рук, разбиться, поломаться, не надо вот этого всего. Нам хорошо в одном чехле, и мы в нем ходим, и опять же, тоже они пачкаются, теряют вид, и вот когда он у меня теряет вид, и становится такой некрасиво грязный, я покупаю другой чехол, просто меняю все. Что касается гаджетов для кухни всяких, тоже я, значит, раньше тоже, глядя на рекламу, очень поддавалась вот этому, вот, знаете, маркетингу, вот купите вот такую терку, вы ей можете нарезать, такие тоненькие полосочки, значит, вот купите вот такую мясорубку, вот такой миксер, вот такую, значит, такой еще прибамбас, еще прибор, ваша жизнь станет совершенно другой, необычной, вы по-новому начнете, в общем, жить, питаться и так далее, и я вот очень влилась на все эти вещи, и на самом деле я поняла, что я все это покупаю и ничем этим не пользуюсь, оно у меня все равно потом валяется, потому что, как правило, вот нет ничего удобнее простого ножа, и, знаете, вот простой, простого миксера, простой мясорубки, не надо ничего навороченного, это все как бы, ну, не очень работает, а зачастую для того, чтобы пользоваться этими предметами, у вас просто должна быть, у вас должна быть такая определенная сноровка, которую вы должны выработать, то есть вы покупаете, но вы не можете этим пользоваться, потому что у вас получается какая-то лажа, какие-то эти вот терки, какие-то ножи специальные для нарезки, там, тонкой картошечки, или что-то такое, у вас ничего не получается, вы только себе режете руки, кромсаете эту картошку, как дура, и потом берете нож и начинаете просто вот по дедовскому, по бабушкинскому методу кромсать, резать и так далее, то есть я тоже, я перестала вот вестись на эту рекламу и покупать эти вещи, я перестала покупать для кухни наборы посуды, я имею в виду кастрюли, сковородки, вот такие вещи, потому что, как правило, если вы покупаете набор кастрюль, в нем находится там 8 кастрюль, из которых 4 вам не нужны, просто вообще не нужны, то есть они совершенно глупые, они не используются вами, вы, там, такая сковородка поменьше, малюсенькая вообще, которой вам вообще нафиг не надо, и вы как бы, и она у вас лежит, занимает место на кухне, вы только смотрите на нее и думаете, надо бы что-то приготовить, чтобы использовать эту сковородку, ну как бы так не работает, вот, я перестала, мне нужна какая-то посуда для кухни, кухонная, я покупаю сковородку, кастрюлю, вот иду в магазин и все, как бы я не покупаю наборами эти вещи, то же касается, кстати, набора вот этих банок пластиковых, контейнеров, в которые мы кладем что-то, я тоже убедилась, что они все разного размера, их очень неудобно хранить, разного размера крышки, вы начинаете подбирать крышку под банку, в общем, это такой гемор, что, вот, а я стала, у меня все, значит, есть несколько сайзов, несколько размеров вот этих банок пластиковых, буквально, наверное, 2 или 3, и они у меня все одинаковые, то есть я их вот так вот вставляю одно в одно, они все становятся, крышечку, стоп крышек сверху, то же самое другого размера, то же самое третьего размера, и вот, в принципе, мне достаточно, то есть мне не нужно большущий контейнер, поменьше, меньше, еще меньше, такая матрешка, знаете, которая вставляется один в один, как правило, совсем маленькие я не использую, очень большие я тоже очень редко использую, то есть, ну, в общем, как бы, я подобрала себе удобный размер, который у меня пользуется, которым, в принципе, я довольна. Что еще я перестала покупать в больших количествах? Это разные химикалии для дома, я имею в виду, вот, для уборки, для каждого, вот, для раковины то, для унитаза это, для ванны третья, для поверхности четвертая, для кафеля пятая, для мытья пола, еще что-то, стиральный порошок, ополаскиватель белья, для придания запаха, для, в общем, ну, как бы, во-первых, много химии, это нехорошо, то есть, используя всю эту химию в доме и на своих вещах, стираю через, значит, свое белье и свои вещи, как бы, чем меньше химоза вы вообще добавляете в вашу стирку, тем лучше, тем меньше химоза вы брызгаете на свои стены и льете на свой пол, это тоже, значит, ну, как бы, лучше для вас, для ваших детей, для вашего здоровья, я просто нашла какой-то такой, я не скажу, что оргеник, я не верю в оргеник, средства для мытья, оргеники я имею в виду натуральные, так они у нас называются, средства для мытья, там, посуды, или кафель, или унитаза, потому что, если это натурально, я не верю в то, что оно работает, в нем, как бы, это раз, а во-вторых, если оно работает, то это натурально, значит, там есть химия, значит, не надо платить в три раза дороже за то, что, как бы, вам говорят, что это натурально, а на самом деле это все то же самое, только там приклеено название, что это натурально. Ну, я знаю, что есть люди, которые пользуются, там, лимоном, там, уксусом только для мытья, вот, всяким вообще-то просто натуральным продуктами, я, как бы, не из их числа, я не знаю, я не умею пользоваться такими, я покупаю баночку, спрей, в общем, я им пользуюсь, другое дело, что я перестала покупать для каждого, для каждой поверхности в доме отдельный свой, отдельную свою банку, разное, то есть, то было для меня, для дома, теперь такая сборная солянка, ну, я давно перестала покупать книги и глянцевые журналы, наверное, все, как все, я очень люблю книги, я серьезно очень люблю бумажные книги, я люблю запах новой книги, я люблю их держать в руках, мне доставляет эстетическое удовольствие держать в руках книгу и глянцевый журнал. Я когда-то очень их любила, я человек интересующийся модой, покупала это все, и, значит, просто уже тогда, даже когда все это можно было найти в интернете, я продолжала покупать, значит, несмотря на то, что это уже как бы давно почти никто этого не покупает, но я это делала просто потому, что вот я люблю держать, я старомодный человек, старые закалки, я люблю тактильные ощущения держания в руках книги или красивого журнала, глянцевого, когда это я смотрю на эту картинку, а я не смотрю на нее в экран компьютера или в экран телефона, но пришло время и с этим проститься, как бы я в какой-то момент перестала это делать, ну, не знаю, действительно это как бы не, это уже совершенно не актуально, не имеет никакого смысла и не, ну, есть, как бы, человечество движется вперед, несмотря на то, что кто-то хочет остаться немножко старомодным, у кого-то есть какие-то взгляды, но, тем не менее, вот, ну, невозможно, это то же самое, что сказать, я не буду покупать новую версию телефона, потому что мне нравится старый, вот я буду, не буду пользоваться айфоном 12, а буду пользоваться айфоном 4, потому что он мой первый телефон, у меня к нему чувства, и я его люблю, и я поэтому буду продолжать им пользоваться. Нет, конечно же, нет, точно так же с книгами, точно так же с журналами, как мы их не любим, как мы не получаем от них удовольствия, и не вызывают они у нас воспоминания, ассоциации, но, тем не менее, ими пользоваться мы не можем уже, как бы, сейчас почти никто, я вообще удивляюсь, что они до сих пор живут и существуют, но, тем не менее. Из разного, я перестала покупать абонементы в спортзал, я терпеть не могу спорт и занятия спортом, при этом я все же не пытаюсь держать его в форме, худеть и так далее, но я несколько раз покупала себе абонемент, точнее, раза три, наверное, и это были совершенно выброшенные деньги, и меня грызла совесть, что у меня есть абонементы, я не хожусь в спортзал, и я очень, как бы, я их покупала для того, чтобы меня грызла совесть, я покупала абонементы для того, чтобы у меня было, был, как бы, не было экскьюзами заниматься спортом, купил, заплатил деньги, иди занимайся, не сиди на пове ровно, не ленись, и, как бы, вот, вы знаете, что это не работает, вот, не знаю. Даже муки совести не могли меня подвигнуть на то, чтобы я подняла свою пятую точку с дивана и пошла в спортзал, когда мне очень этого не хотелось, несмотря на то, что я, вот, страдала и переживала, что, как же так, вот, я так выбросила деньги, и вот такая вот я нехорошая девочка, и меня, на самом деле, нет, меня мучили муки совести, но не настолько, чтобы я поднимала свое это самое и неслась в спортзал, как правило, нету времени, есть миллион экскьюзов, нет времени, погода плохая, нет настроения, ну, в общем, я занята, и, в общем, у меня есть другие дела и так далее и тому подобное, в общем, короче, это тоже не работает, поэтому девочки не тратитесь. Если вы любите спорт и занимаетесь спортом, вы можете заниматься им дома, вы можете выйти на улицу и намотать 20 километров ходьбы, и, так сказать, вот, для этого не нужно идти в спортзал, но я, как бы, вот, пыталась себя подвинуть на это дело, три раза больше я этого делать не буду. Каждый раз, когда мы куда-то ездили в отпуск, я обязательно покупала какие-то сувениры, тарелочку, полотенечко, магнитик на холодильник, чтобы привести что-то на память о том, что, где мы были, о прекрасном времени проведенном и так далее, а потом все это валялось, 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 потом все это выбрасывалось, в общем, короче, я перестала это делать, потому что воспоминания, они у нас в голове, фотографии в телефоне и так далее, но ощущения от поездки, эти вещи, вы понимаете, все равно они где-то валяются у вас, там, в бейсменте или где-то там в какой-то коробке, вы же не ходите и не смотритесь на видео. Вы стоите в тарелку и говорите, вот, это тарелка из Венеции, вот, давайте вспомним, как мы были в Венеции, мы помним, как мы были в Венеции, нам где-то тарелка не нужна, понимаете, ну как? А если вы хотите это видеть все время и вешать эти магниты на холодильник, то, во-первых, холодильник очень неудобно остается мыть, потому что он весь заляпан этим. Вот, это как-то даже не эстетично, старомодно, никто уже сейчас не вешает магниты. И еще одна вещь, у меня стальной засыпал холодильник, ну вот, стальной, на него магниты не лепятся вообще, поэтому магниты мне не светят, ну, в общем, а все остальное, оно у вас все равно не на виду, лежит в каких-то коробках, и, в общем, вам это совершенно не нужно, не доставляет никакого удовольствия, ну, в общем, не нужно, совершенно лишнее, излишне потраченные деньги, время на кольские этих сувениров, время, деньги и место в вашем доме, в котором лежат эти вещи, хлам, пылится, в общем, ну, не надо. И последний пункт, я перестала покупать люксовые вещи, сумки там, очки, обувь, одежду и так далее. Ну, одежду я как-то особо не покупала никогда люксовую, я покупала сумки, у меня была обувь, очки, ну, очки у меня есть до сих пор, вот они у меня хранятся и лежат, новые я не покупаю, я уже говорила, а я имею в виду сумки и, в общем, всякие, ну, украшения, плево-басы, всякие люксовые. Почему я это перестала делать? Я, наверное, расскажу вам в отдельном видео, сниму про это отдельное видео, потому что система длинная, большая, я уже наговорила на полчаса, и сейчас буду себя нещадно кромсать, потому что у вас уже завязывают, слушают полчаса мои разговоры, я это понимаю. Вот, короче, вот так, значит, про люксовые бренды поговорим в отдельном видео. Все, я все перечислила, по-моему, все, что хотела сказать, сказал. Все, вот такое у меня получилось видео, ставьте мне лайки, дизлайки, подписывайтесь на мой канал, вы знаете, что делать, и увидимся с вами в следующем видео, всех целую и люблю, пока-пока, bye!